Здание фельдшерско-акушерского пункта в селе Мирнополь и Арцистского района заметно отличается от серого многообразия одноэтажных домов. Светлое, просторное, главное теплое строение с несколькими кабинетами и аптекой. Недавно ФАП отремонтировали за меценатские деньги. Однако на этом все поводы для радости заканчиваются. На полторы тысячи местных жителей здесь всего два медработника. Врач очень даже нужен. В каждом селе нужен врач, что ни говори. Для того, чтобы осуществлялось быстрее даже назначение. Чтобы люди не стояли в очередях у своего участкового терапевта. Все равно здесь в селе определенное население, люди приходят. Конечно, все манипуляции, что назначают СРБ, мы здесь проводим. Но все равно хотелось бы доктора на приеме, чтобы... Нехватка кадрового потенциала ощущается, если вы общаетесь с коллегами из других... На сегодняшний день мне нужен человек. Даже мне еще одна медсестра нужна. У меня медсестра ушла в декретный отпуск. У нас осталось двое. У меня еще одна медсестра нужна. Конечно, ощущается. Медреформа, в частности, в сельской медицине, ситуацию в Мирнополии вряд ли ухудшит, говорят здешние медики. Но в ту же телемедицину пока верят с трудом. В этом населенном пункте все еще пользуются популярностью стационарные телефоны. На ФАПе интернета нет. Связи в здании даже можно. Вы можете сами даже... У нас в Киевстар тут в основном пройтись по зданию. Не в каждом кабинете эта связь есть, можно сказать, плохо ловит. Интернета то тем более нет. Для телемедицины нужны даже оборудование какое-то, и компьютер, и планшеты самое минимальное. Это все нужно приобретать. Ну, лично для меня это проблема. Определенная сумма под технику и интернет законом будет прописана. Другой вопрос, насколько хватит удовлетворить потребности сел и райцентров всей страны. А в Одесской области есть районы гораздо менее благополучные, чем арцизские. Но даже если специалистов обеспечат планшетами и связью в кратчайший срок, то вопрос ремонта дорог решить оперативно вряд ли получится. Из арциза в Мирнополии всего 9 километров. Из крайней точки села до центральной районной больницы ехать больше 40 минут. Ни скорая помощь, ни человек со спасительным чемоданчиком могут просто не успеть спасти пациента. Все нормы приезда машины скорой помощи нарушены. Если взять город, то это в течение 7-11 минут, если в пределах города. Если это, как вот у нас находится станция медицинской помощи, станция с подстанциями. То есть, если вот, допустим, вызвать сюда, в данный населенный пункт, то там от 20 до 30 минут. А мы с вами ехали только в одну сторону больше, чем 35 минут. Поэтому понятно, что доставить больного вовремя, в срок и дальнейшую оказать ему помощь – это нереально. И таких непроходимых танкодромов в районе ни один и ни два. Денег в местном бюджете не хватит. Без государственной субвенции не обойтись, говорят в районной администрации. Мы тем временем направляемся в амбулаторию села Теплица, что в 10 километрах от Арциза. Еще 4 года назад дорогу Арциста-Рутина вроде как отремонтировали, но большегрузы и ее оперативно разбили. Путь из райцентра в Теплицу занимает 40 минут. Сама амбулатория тоже имеет презентабельный вид, есть необходимое оборудование, пусть и не самое современное. С доставкой перебоев и вакцин проблем нет, а вот сдать элементарный анализ в Теплицкой амбулатории нельзя. У нас кадровый дефицит с лаборантом. Вот у нас был лаборант, женщина в пенсионном возрасте, она ушла на заслуженную пенсию. И вот мы сюда молодого специалиста не можем... Нет, просто нету лаборанта в амбулатории. Получается, что люди должны ездить в Арциз для сдачи анализов. В Арцизском районе пока нет такой проблемы с семейными амбулаториями. У нас какой-то такой выпуск, такой, что мы еще на плаву. У нас один возраст семейных врачей. Но вот если придется нам уходить, мы боимся, что села останутся вообще без специалистов, без врачей. Лаборант в Теплицкой амбулатории получал чуть больше трех тысяч гривен. У медработника непенсионного возраста вряд ли от такого оклада загорятся глаза. Конечно же должен быть какой-то мотивационный пакет, скажем так. То есть люди должны, специалисты должны быть заинтересованы приезжать в амбулатории. И прежде всего их можно заинтересовать, конечно же, наличием современного оборудования, современных зданий, технологий и так далее. Виталий Хемий, Григорий Евич, телеканал Репортер.